Всем привет! С вами Кавказский математический центр и я, Юрий Александрович. Мы на очередном занятии дистанционного курса ЕГЭ по информатике. Сегодня мы поговорим о задаче номер 25. Это задача из второй письменной части, и в ней нужно написать программу для обработки массивов. Я напомню, что такое массив. Это последовательность нескольких ячеек памяти, расположенных рядом. Имеющих общее имя. При этом почти всегда, почти во всех языках программирования, эти ячейки имеют один и тот же тип. Например, числа. Или буквы. Ячейки могут быть расположены в ряд, то есть иметь вид одномерного массива. Так, например, массив А у нас одномерный. А могут быть представлены в виде таблички. Вмерный массив М имеет несколько строк и несколько столбцов. Обращение к элементам массива выполняется через индекс, номер этого элемента. И в некоторых языках программирования индексация с единицей, так, например, в Паскале, вы можете индексировать с единицей. На машинном уровне индексация выполняется с нуля. То есть первый элемент всегда нулевой. В матрице номер строчки – это первый индекс, номер столбца – это второй индекс. Номер строчки изменяется от нуля до n-1, где n – количество строк, и от нуля до m-1, где m – количество столбцов. Так, например, на картинке элемент номер 4 в одномерном массиве А имеет индекс 3. А в матрице элемент в первой строке во втором столбце на самом деле имел бы индексы 0,1. Однако элемент с индексами 1,2 находится в первой строчке во втором столбце. Вот его индекс. Чтобы не запутаться, можно использовать 1 индексацию, то есть индексацию с единицей, игнорировать первую строчку и первый столбец. Ну, тогда нам потребуется на 1 больше столбцов, на 1 дополнительный столбец больше и на 1 дополнительную строчку больше. Обрабатывать массивы мы будем с помощью циклов. Блок-схема типичного цикла представлена ниже. Это цикл, в котором и счетчик изменяется от 0 до 4. 0, 1, 2, 3, 4. И если выполняется какое-то условие, то мы делаем какое-то действие. Например, если элемент больше 0, скажем, 10, минус 5, 8, минус 3, 0. То в этой последовательности два положительных элемента, вот эти два, первый и третий с индексами 0 и 2, просуммируются в переменную s. И она будет равна 18. Я напомню, что вместе с нашим курсом подготовки к гигаба информатики на сайте КМЦ можно найти информацию про другие курсы. Чтобы научиться решать задачи, подобные 25-й, нам потребуется выполнять домашние задания, которые есть на сайте DE Dogma.ru и тренироваться на дистанционной площадке Stepik.org. В ней вы найдете два курса по перспективным языкам программирования. То есть и плюс плюс питон. Итак, что же нужно знать, чтобы решать задачу номер 25? Нужно знать, что массив, это, как я уже говорил ранее, набор ячейк одного типа, расположенных в памяти рядом, имеющих общее имя. Элементы массива можно получить с помощью индекса. Имя у них у всех одинаковое, а номера разные. Также нужно помнить, как работает присваивание условно-оператор цикл хотя бы в одном из языков программирования. Переходим к примерам. Ран целочисленный массив из 30 элементов. Элементы массива могут принимать натуральные значения от 1 до 10 тысяч. Опишите на одном из языков программирования алгоритм, который находит минимум среди элементов массива, не делящихся нацело на 6. Затем меняет каждый элемент, не делящийся нацело на 6, на число, равное найденному минимуму. Гарантируется, что хотя бы один такой элемент, то есть не делящийся на 6, в массиве есть. Посмотрим, например. Входные данные представлены в первом столбце. Выходные данные. Во втором. Я поставлю галочки рядом с теми элементами, которые не делятся на 6. То есть это 14, 11, 9, они не делятся на 6. Минимум среди них 9. Поэтому все элементы, которые не делятся на 6, нужно изменить на 9. Интересно, можно ли решить эту программу с помощью одного цикла? Обратите внимание, что синтаксис цикла уже представлен на картинках с условиями. Мы можем взять одну из этих картинок, переписать код и вместо троеточия дописать свое решение. Но использовать новые перемены нельзя. Попробуем написать программу на Pascal. Для этого пойдем на сайт IDEOone. Адрес у него очень простой. IDEOone.com На этом сайте вы можете выбрать язык программирования. Нам нужен Pascal. Здесь можно перенести вот этот вот код. Вот код набран. Следующим шагом нужно дать программе входные данные. Они у нас в слайде уже есть. Это числа 14, 6, 11, 18, 9, 24. Мы понимаем, что здесь 6 чисел, поэтому можно изменить константу на 6. Обратите внимание, что Pascal позволяет индексировать элементы с единицы. А в языке C индексы идут от 0 до n-1 включительно. В русском алгоритмическом языке тоже от 1 до n. В питоне есть возможность индексировать как с 0, так с единиц. Нет, на самом деле только с 0. Так, данные заданы. И по идее программа должна уже что-то сделать. Чтобы убедиться в том, что все же, что, в том, что элементы считаны, мы печатаем первый и последний. А с индексом 1, пробел А с индексом 6, ну, n, то есть. Нажимаем кнопочку Run. И возникла ошибка компиляции, чего-то не хватает. Читаем код и понимаем, что в пятой строчке, да, я действительно не закрыл строку точкой запятой. Именно так, тренируясь писать код, вы оттачиваете мастерство, избегаете ошибок. В слове Read.Len тоже была одна лишняя буковка n. Наконец запускаем код с третьего раза. Принт. Конечно, в Pascal это Write. Отлично, действительно, первый элемент 14. А вот шестой Как ни странно, ноль. Ну, посмотрим на пятый Дело в том, что вместо считывания элементов массива я написал Read. Read считывание, да, должен. Но элементы считываются с переходом на новую строчку, А в Input после 14 остальные элементы в той же строке. Значит, нужно было считывать без перехода на новую строчку. Программа попыталась перейти на новую строчку, а там ничего нет. Не смогла ничего считать. Так, девятка действительно на пятом месте. А на шестом должно быть 24. Вот. Можем скопировать этот же самый цикл и вывести элементы массива через пробел. Для этого достаточно наводить элемент с индексом i, дописывать к нему пробел. Тогда мы выведем все элементы массива. Может быть, не стоит их переводить на новую строчку? Каждый новый переводить на новой строке. Ну, так будет попроще для отладки. Хотя, нужно написать программу, которая считывает числа каждой с новой строки и выводит с новой строки. На этапе отладки мы этого делать пока не будем, но потом добавим перевод на новую строчку. Отлично. Прежде чем выводить элементы массива, уже измененного, нужно найти минимум. И у нас для этой цели можно взять переменную k. Запишем переменную k, элемент номер 1. И если какой-то из остальных элементов окажется меньше, чем первый, то будем считать минимальным новый, встретившийся нам элемент. Сделать это можно с помощью цикла. Я выделяю код, копирую, вставляю. Но, конечно, его делать мы должны от руки на бумаге. Теперь индексация с двух. Перебираем элементы, начиная со второго. Потому что первый уже и так считается минимальным. Если очередной элемент с индексом i меньше, чем k, тогда k нужно записать этот самый элемент с индексом i. Так, например, самый маленький сначала считался 14, затем встретился элемент 6. Он меньше, чем 14, перезаписался. Ну и больше ничего меньше не встретится. Проверим, что будет выведено переменной k. write when. Вот, мы инициализировали. А, двоеточие, надо писать двоеточие, нам присваиваем. Шестерка. То есть мы нашли самый маленький элемент. Нужно найти не просто самый маленький, а самый маленький среди не делящихся на 6. Число 14 на 6 не делится. Но не факт, что оно таковым будет. Поэтому лучше в переменную k записать какое-нибудь заведомо большое число. У нас числа до 10 тысяч включительно. Поэтому, если мы запишем 10 тысяч 1, то первое же, не делящееся на 6 число, оно есть, перезапишет на 6k. И в k не сохранится вот это заведомо неверное значение. Так что, если а с индексом i mod6 не равно 0 и а с индексом i меньше, чем k, то есть если новый элемент не делится на 6, и он меньше, чем k, то в переменную k записывается этот элемент. Смотрим. Теперь это девятка. Это правда. Действительно. Сначала в переменную k записалось 14, потом 11, и только потом 9. Отлично. Значит, прежде чем выводить массив, можно еще разок пройтись по нему и заменить элементы не делящиеся на 6 на k. Так что, если элемент не делится на 6, то мы в него записываем значение k. 9,6, 9,18, 9,24. Отлично, получилось. Убедимся в том, что теперь программа будет работать правильно. Для этого вместо readln пишем... вместо readln, вместо write пишем writeln. Выводить пробел больше не нужно. И меняем k на 30. Это окончательно верное решение. Сейчас мы его прокомментируем. Я ищем. Подписывайтесь на мой канал. Согласен syndrome. Спасибо. Что же здесь было в результате? Первый шаг это ввод данных Начинаем искать минимальный То есть вот этот дтк для минимума И для всех остальных элементов Если элемент не делится на 6 Если а с индексом и не делится на 6 И меньше чем к Меньше минимума В этот минимум записываем а с индексом И конечно здесь в коде может быть это и более понятно Тем не менее стоило пояснить Обновление Наконец вывод Все эти комментарии писать не нужно Достаточно написать только программу И указать язык программирования Отлично На этом все Переходим ко второй задаче Данный массив Содержащий 2018 положительных чисел Не превышающих 15000 Необходимо уменьшить на удвоенное значение Минимального элемента Те элементы Которые более чем вдвое Превышают этот минимум И вывести измененный массив По одному элементу в строке Ну давайте напишем теперь программу на C++ Кстати решение предыдущей задачи Можно сохранить И любой зритель сможет открыть этот код И запустить его Изменить у себя На экране Мы переходим ко второму примеру Кстати чтобы изменить этот код Вы открываете его Нажимаете вилочку Fork Код копируется Вы можете его редактировать И запускать внизу А мы открываем код на плюсах C++ Например 11 версии Ну не похоже что открылось Вот теперь действительно C++ Подключаем к библиотеке Так код написан Мы должны придумать входные данные Для того чтобы протестировать его Либо взять их из условия 40, 127, 90, 54 40, 127, 90, 54 Здесь у нас 5 чисел Поэтому изменим ее на пятерку И это автоматически повлияет На все вхождение буковки N Теперь вчитаемся в условия Необходимо уменьшить удвоенное значение Для начала нужно найти минимальный взмет Так же как и раньше В k запишем заведом большое значение Так как у нас максимум 15000 Возьмем 15001 Пройдемся по всему элементу массива По всему массиву с помощью цикла И если очередной элемент С индексом i Меньше чем k Запишем в это k Элемент а с индексом i В итоге мы знаем минимальный Необходимо уменьшить на удвоенное значение Минимального элемента Массива те элементы Которые более чем вдвое превышают этот минимум Давайте найдем те элементы Которые более чем вдвое превышают Минимум Придумаем условие Которое предъявляет Что aite больше Чем в два раза превышает k Если условие такое aite больше k То aite больше Минимума ровно в один раз Если же мы изменим единицу на двойку То получим требуемое неравенство И если это произойдет То нужно в aite записать Что же записать в aite Необходимо уменьшить на удвоенное значение минимума То есть нужно записать разность Текущих значений И в двух k При этом мы должны быть уверены Что каждый раз будут получать положительные числа Ведь в aite было более чем в bk А теперь разность То есть положительное число записалось в aite Осталось вывести элементы массива Исходные данные По одному числу в отдельной строке Минимальный элемент сходного Так, значит по одному в каждой строке И так работает вывод И нужно добавить переход на новую строчку Слэш м Запустим 40, 46, 27, 36, 54 Да, действительно верно Сработало Ну попробуем нарисовать блок схемы Для этой программы Для большего понимания Блок схема Это способ записи программ Понятный всем читателям Даже незнакомым с синтексом Товольного языка Так, начало Обычно овал Дальше идет цикл В котором i изменяется От 0 до n То есть i пробегает С элемент массива Мы выводим Элемент a с индексом i Таким образом Сначала будет введен a с индексом 0 Потом a с индексом 1 И так далее a с индексом n-1 Точним, что здесь до минус 1 Включительно Так в неравенстве написано Данные введены Цикл закончился Мы продолжаем Программу Теперь нужно найти Минимальный элемент массива Для этого используем повторитель Также для всех элементов массива Но прежде чем Этот повторитель запустится Становим начальное значение для k Для этих целей Используется прямоугольник Оператор присылания Оформляется в виде прямоугольника К присваиваем Заведомо большое значение 15001 Следующий шаг Это условный оператор Если очередной элемент Меньше чем k То мы его меняем На k Если a с индексом i Меньше чем k Если это так То k обновляется И становится равным А с индексом i А если нет То программа продолжается Итак мы обработаем Все элементы массива Если какой-то минимальный есть То он будет найден Следующий этап Это пройти по массиву И обнулить Не обнулить А уменьшить Те лица элементы массива Которые маленькие Затем вывести Я думаю в принципе Программа Может быть достроена По аналогичным Аналогичным способам Попробуйте доделать Это самостоятельно На сегодня все Спасибо за внимание С наступающим Новым годом